Информбюро Найракара и Арптисим Аскар Микдебаев, Шалкастрат. Аскар. Арахмед Аидахи, Жарах. Добрый вечер. Информбюро продолжает свое вещание. Смотрите прямо сейчас. А есть ли уголь? В КТЖ показали железнодорожные тупики. Каковы запасы твердого топлива? Как обстоят дела на других площадках и почему угля хватает не всем? Каждый на счету. Владельцев домашних животных обяжут регистрировать всех питомцев. В какой срок хозяева должны будут оповещать о смерти своих любимцев? Если у тебя умер, то здесь будет наступать административная ответственность. За что можно угодить за решетку? Послужной список как булакского стрелка. Стало известно, сколько раз Игорь Дужнов выезжал за границу. С какой целью и какие страны он посещал. Что он делал в Украине? Не отзовется ли мир? Содрогается от землетрясений. Вслед за Пакистаном трясло и Японию. Каков сейсмопрогноз по Казахстану и Алматы? Реально ли спрогнозировать разрушительные подземные толчки? В компании «Казахстан Тимиржолы» отрицают нехватку угля из-за проблем с доставкой. Об этом журналистам рассказал заместитель генерального директора КТЖ грузовые перевозки Ханат Хобесов. По его словам, ажиотаж спекулятивный и связан непосредственно с продавцами угля. Что об этом думают сами участники рынка и успевают ли горожане подготовиться к зиме, расскажет Зарина Беремкул. Национальный перевозчик связывает нехватку угля на точках сбыта в столице с самими бизнесменами. Ведь по данным руководства грузовых перевозок, только за первую неделю октября в Нур-Султан привезли 171 вагон твердого топлива. Их подвезли к 14 тупикам, откуда могут закупаться другие предприниматели и жители частных домов для собственных нужд. Этот объем якобы покрывает заявки получателей. Ну что я могу посоветовать угольным тупикам, если это наводить на свой такой, скажем, сервис, маркетинг и работать там с населением. А так у нас существуют маринторинговые группы, которые ежедневно проезжают все тупики, смотрят наличие. То есть вот если вы посмотрите, сзади меня стоят кучи груды этого каменного угля. Ну, если всем не угодишь, то уголь там в наличии-то имеется. На тупике, работу которого показали сотрудники КТЖ, реализуют майкубинский уголь за 11,5 тысяч тенге. И он, по словам владельцев, в наличии постоянно. В то же время на другой точке сбыта закупается шубаркулем за 13 100 тенге с раннего утра и примерно до 4 часов дня. Все это время ожидая в длинной очереди. Последние клиенты уезжают с пустыми машинами. Приехали с утра и выезжаем только сейчас. В пустую простояли. Угля нет. Мы несколько мест объездили. Нигде нет. Я приехал в обед к часу и не успел. Закончился уголь. Несмотря на то, что в КТЖ заявляют, что привозят в столицу разный уголь, продавцы считают по-другому и замечают в этом причину общего дефицита. Мы свою норму выполнили. То есть запланированный объем за август, сентябрь месяц мы получили по шубаркульскому углю. Надо дать другой вид угля в город просто и все. Харажару надо дать в город, Майкубу надо дать в город. Тогда у нас не будет такой… Люди возьмут тот уголь, который им нужен. Но видят больше спрос все. Уже за первые 9 месяцев года отгрузка угля в столицу выросла на 4% до 77 тонн. И, конечно, на ажиотаж неизменно влияет то, что покупатели не подготовили к зиме заранее. Зарина Беремкул, Дидарий Лео, Финфорумбюро, Нурсултан. Владельцам домашних животных придется поставить своих питомцев на учет и более ответственно относиться к их здоровью. В случае смерти питомца обязательно сообщать о ней в сжатые сроки в ветеринарную клинику. Иначе грозят штрафы. Новый законопроект принят в работу. Если он вступит в силу, то наказание за жестокое обращение с животными будет серьезным. Даля Насипова с подробностями. Ответственность владельцев домашних животных с принятием закона усилится. Собаку, кошку или хомячка нужно будет обязательно поставить на учет в ветклинике. Процедура – это не бесплатная. Если вдруг на прием к ветеринару придет незарегистрированное животное, хозяину сразу выпишут штраф. На первый раз в размере 10 МРП. Это около 29 тысяч тенге. Вообще штрафы по новому закону предусмотрены практически на каждом шагу. Все для того, чтобы люди осознавали ответственность и лучше относились к животным, уверяют чиновники. Животное нужно рассматривать уже как членов семьи, что на них должен быть выделяться определенный бюджет. Что мы не можем, если этот человек не может позволить себе иметь этого животного, он и не должен его иметь. Усилится и ответственность за жестокое обращение с животными. Самым большим наказанием теперь будет штраф на 1000 МРП или один год лишения свободы. Даже после смерти питомца бывший владелец может оказаться под санкциями. О том, что, например, любимый попугай отправился в мир иной, нужно сообщить в ветслужбу в течение 10 дней. Если с другим животным он придет и там выяснится, что это не было в определенный срок осуществлено перерегистрация или сообщение о том, что этот попугай умер, то здесь наступает административная ответственность. Документ планируют внедрить до конца года, но для того, чтобы придать ему силу, нужно еще изменить Уголовный кодекс, Кодекс об административных нарушениях и три действующих закона. Некоторые граждане уже высказывают свое мнение. Они считают, что документ приведет к тому, что казахстанцы просто перестанут заводить животных, опасаясь штрафов. Даля Насипова, Нуркен, Токмурзин, Информбюро, Нурсултан. Алматинский стрелок Игорь Дужнов 14 раз покидал территорию Казахстана, о его заграничных поездках рассказали в Комитете национальной безопасности. По данным ведомства, Игорь Дужнов успел по четыре раза посетить Таиланд и Россию. Три раза побывал в Китае, затем по одному разу в Турции и Нидерландах. Кроме того, по данным КНБ, в сентябре 2008 года Дужнов побывал в Украине. Однако, с какой целью он там находился, не уточняется. Военные события в этой стране развернулись намного позже, в 2014 году. Игорю Дужнову девять раз выставляли запрет на выезд из страны. Кроме того, он задолжал не только банкам, но и брал взаймы у людей. Напомним, 20 сентября Игорь Дужнов, владелец дома в одном из микрорайонов мегаполиса, открыл огонь из охотничьего ружья. Он стрелял по людям, которые пришли исполнить решение суда о выселении. Алматинский стрелок убил пятерых в числе погибших двое полицейских, судоисполнитель, а также новый хозяин дома и свидетель понятой. Инфляция в Казахстане продолжает расти. Годовой показатель в сентябре составил 8,9%. Об этом сообщил глава Национального банка на встрече с президентом Казахстана. По словам Ербулата Дусаева, наибольший вклад в месячную инфляцию внесли платные услуги, в первую очередь в области образования и аренды жилья. И действительно, цены на жилье снова выросли. Особенно удорожание заметно на рынке аренды недвижимости, сообщает Бюро национальной статистики. И это несмотря на то, что ранее в Агентстве по защите и развитию конкуренции сообщали о принятых мерах по сдерживанию темпов роста стоимости. Так было заявлено, что группа застройщиков в Алматы снизила цены на свою недвижимость на 15-20%. О снижении также сообщили застройщики Нур-Султана, Шемкента и Атырау. И все же по итогам сентября удорожание очевидно. Так, средняя цена по стране на квадратный метр первичного жилья 246 152 тенге. То есть 0,7% больше, чем в августе. Вторичная недвижимость подорожала на 1% и продавалась по 275 с лишним тысяч тенге за квадратный метр. Но более всего растут цены на аренду квартир. В среднем по стране снять жилье можно по 1877 тенге за 1 квадратный метр, что на 2,5% дороже, чем было в августе. Как можно сдержать цены на недвижимость? Есть ли возможность создать стабилизационный фонд для строительных материалов, чтобы застройщики смогли завершить возведение домов по госпрограмме? Поговорим об этом с Арманом Хасеновым, директором Центра нормирования в строительстве АО «Казниса». Арман, добрый вечер. Есть ли возможность создать так называемый стабилизационный фонд, чтобы держать стоимость строительных материалов в определенном коридоре цен? Если да, то насколько он будет эффективен? Никаких стабилизационных фондов создавать не нужно. И государство уже 30 лет как отказалось от регулирования цен. Мы это уже проходили, так скажем, до 1991 года в условиях плановой экономики, когда государство утверждало цены на все. Мы, так скажем, последние 30 лет живем в рыночной экономике. И рыночные механизмы регулируют цены. Основной регулятор – это конкуренция. Последний рост цен на стройматериалы вызван, так скажем, увеличением… Два фактора наложилось. Первое – это увеличение, резкое увеличение спроса на стройматериалы. Когда возникает дефицит стройматериалов, соответственно, цена растет. И второе – это увеличение цен на промышленные металлы на мировом рынке. Арман, скажите, какие рычаги управления и сдерживания имеются на рынке строительства? Прямых рычагов нету, но существуют, так скажем, косвенные факторы влияния. Это стимулирование спроса или, наоборот, дестимулирование спроса. Из-за того, что у нас, так скажем, сильно увеличился резко, в 2021 году увеличилось количество объем ипотечных займов, объем кредитования строительства. В связи с этим подряд застройщики, особенно в крупных городах Астана и Алматы, резко увеличили объем жилищного строительства. И рост цен прежде всего наблюдается в этих двух городах. А если государство не начнет контролировать процесс образования цен, то какие последствия могут произойти? Мы это уже проходили в 2007 и в 2014 году. Вы как помните, в 2007 году у нас был резкий всплеск цен на жилье, и потом резкий откат, цены упали. Также произошло и с ценами на материалы. В течение 2006-2007 года бетон подорожал в разы. Потом с таким же успехом цены откатились, стабилизировались, и в течение последующих 5 лет цены были стабильны. Здесь ситуация по законам рынка должна быть аналогичная. То есть, когда на товар есть спрос, большой спрос, превышающий возможности производить, для цены начинают резко расти. Когда спроса нет, цена не будет расти. Спасибо. Я напомню, что с нами на связи был Арман Хасин, директор Центра нормирования в строительстве. Стресса не будет. Демократы и республиканцы в Сенате США договорились поднять разрешенный потолок национального долга страны всего за две недели до того, как этот потолок мог быть пробит. Соединенные Штаты таким образом избежали возможного дефолта. Разногласия по поводу максимальной суммы, которую может заимствовать правительство, не новость в американской политике. Но нынешний спор по этому поводу может между республиканцами и демократами заставил поволноваться финансовые рынки. В последнее время появились опасения, что США могут объявить дефолт по национальному долгу, что привело бы к катастрофическим последствиям в экономике. Однако лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер сообщил, что законодатели договорились поднять потолок долга и что новый лимит будет действовать до начала декабря. Договоренность достигнута за две недели до 18 октября последнего срока, когда можно предотвратить первый в истории США дефолт. Сейчас национальный долг США составляет 28 триллионов долларов. Продолжаем выпуск. Число пострадавших после землетрясения в Японии возросло до 52 человек. Магнитуда составила 5,9. Об этом сообщило агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями при Министерстве по административным делам и коммуникациям страны. Большинство пострадавших получили ушибы и ссадины в результате падений во время подземных толчков. Однако есть несколько человек с серьезными травмами, переломами и ранами из-за упавшей мебели. Наибольшее число пострадавших приходится на соседние с Токио префектуры Сайтама и Тиба. Из-за землетрясения сошел с рельсов беспилотный поезд. Три человека получили травмы из-за резкой остановки. Инцидент произошел на одной из самых загруженных линий японской столицы. И в данный момент линия перекрыта. На нескольких ветках метро и городских железных дорог возникли задержки в графике движения. Там же в префектуре Тиба подземные толчки повредили водопровод. Японское метеорологическое агентство снизило магнитуду до 5-9 с первоначальных 6,1. Эпицентр находился к востоку от столицы Токио. Землетрясения нередко происходят в Японии, в одном из самых сейсмически активных районов мира. На страну приходится около 20% подземных толчков магнитудой 6 и более баллов. Первое, что необходимо, это изучить ситуацию. Второе заключается в том, что центральное правительство должно сотрудничать с местными властями, чтобы помочь пострадавшим при катастрофе. Третье – информировать общественность. И четвертое – приложить усилия, чтобы избежать большого ущерба. Новости о сейсмоактивности. Вначале в Пакистане, теперь в Японии встревожили казахстанцев. Есть ли риск того, что землетрясение произойдет у нас? Насколько вообще реально его спрогнозировать? Поговорим об этом заведующей лабораторией региональной сейсмичности Института сейсмологии МЧС Аллой Садыковой. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, отголоски землетрясений в Японии и Пакистане могут ли дойти до нас? Весь юго-восток Казахстана находится в сейсмоопасной зоне. А это почти половина территории Казахстана. И где-то 6-7 миллионов человек живут в этой зоне. Можете озвучить прогноз сейсмологический по Казахстану на ближайшее время? Конечно, да. В январе 2021 года мы дали прогноз на 2021 год. По этому среднесрочному прогнозу в этом году таких сильных землетрясений мы не ожидаем на нашей территории. На карте среднесрочного прогноза мы показываем места, где могут возникнуть менее сильные землетрясения. Они тоже опасны, но они менее сильные. И поэтому пока это как бы сильных землетрясений мы не ждем. Скажите, пожалуйста, за сколько минут до толчков казахстанские ученые способны распознать угрозу? Ну вот, теперь вот о минутах. Но Алма-Ата находится в таком месте, где сейсмогенерирующие зоны находятся очень близко. И у нас речь идет о секундах. Вот за несколько секунд от ближайших сильнейших сейсмогенерирующих зон у нас такая система, мы пытаемся внедрить ее в Алма-Аты, но еще она не отработана на 100%, но мы начали в этом направлении работать с Акиматом Алма-Аты. Сейчас нужно, вот японские коллеги к нам приезжают с пожеланием установить в Алма-Ате в организациях датчики. В каждом месте будет стоять датчик, он сработает на первую волну, подаст звуковой сигнал. То есть это не система, это конкретно только для конкретной организации. Сигнал подает, и человек, находясь в этом здании, в этом объекте, принимает решение покинуть ему помещение или еще что-то сделать. С этими датчиками какая проблема? Они есть, но пока у нас их устанавливать не будут. Пока мы еще в Алма-Ате их предполагаем установить, для этого нужно финансирование. Спасибо вам за ответы. Большое спасибо. Я напомню, что с нами на связи была заведующая лабораторией региональной сейсмичности Института сейсмологии МЧС Алла Садыкова. С наступлением холодов традиционно увеличивается количество карманных краж. Одевая объемную одежду, люди хуже чувствуют, когда воры залезают в карман. При этом раскрываемость таких преступлений всего около 30%, где орудуют карманники. Как находят они жертвы, как уберечься от них – в сюжете Людмилы Батюшкиной. Айбар Тажибаев уже 12 лет работает кондуктором. Воров карманников узнает с первого взгляда и несколько десятков знает в лицо. Говорит, как правило, они заходят в автобус вдвоем или втроем. Один отвлекает, другой вытаскивает кошельки. Едут только одну остановку. В салоне у них глаза же разбегаются. Туда-сюда смотрят. Я им сразу говорю – уходите. Они в час пика ходят, когда много людей. И постоянно они женщин воры заметят. Мужиков нет. Однако с оснащением автобусов камерами карманники стали заходить реже. Теперь выбирают маршрутки, где камеры еще нет и крадут на остановках. Это везде уже зафиксировано. Советы, кошелек, телефон. Всегда это, как сказать, внутри кармана как. Подальше? Да. Поглубже? Да. Поглубже, да. Не быстро, чтобы забрали. Ошибочно считать, что карманниками могут быть только молодые люди. Нередко среди настоящих профи – пожилые женщины или пары с маленькими детьми. Основные места их охоты – торговые дома и рынки. Своих жертв вычисляют сразу. Они примечают рассеянных, погруженных в свои мысли или в телефон сутулых. В автобусах орудуют в основном в толпе. В управлении полиции есть специализированная группа, которая ежедневно отлавливает карманников. В 70% случаев те крадут мобильные, реже кошельки. Пострадавшие часто обнаруживают пропажу только дома спустя несколько часов и не помнят, где это случилось. У нас много случаев было, когда наши граждане очень большие, крупные суммы держали в кошельках. Либо держат банковские карты и туда приклеивают пин-код. Лучше, мне кажется, хранить пин-код внутри сотового телефона, либо под каким-либо именем. Сохранить в контактах. Чтобы уберечь свое имущество, полицейские советуют соблюдать элементарные правила. Прятать кошельки только во внутренние глубокие карманы. Сумки держать застегнутыми и перед собой. И быть бдительными в толпе. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Инфорумбюро, Карагандинская область. В Ашимкенте пенсионерам больше негде играть в шахматы. Здание, в котором они на протяжении последних двух лет проводили досуг и даже устраивали турниры, снесли. Теперь пожилые интеллектуалы продумывают ходы прямо на улице. Мы три месяца, четыре месяца здесь играли. Потом вот этот ордогерский какой-то комитет приехал, нас выгнал. Он бывший в бильярдную. И тут сидят четыре человека. Вот в таком большом здании. Им не надо такое. Это для шахматистов построено. Я играю здесь уже пять лет, но вот последний месяц в парке уже холодает. Вот недавно было совсем прохладно. Поэтому простыл. Сейчас лечусь. Хочется, конечно, играть в нормальном здании. Здание шахматного клуба «Ахтулпар» в центральном парке города принадлежало школе. Большую часть учебного заведения в аварийном состоянии снесли. Вместе с ней шахматный клуб. Пенсионерам теперь приходится играть под открытым небом, что неплохо в теплое время года, но ведь скоро зима. Те, кто играют в шахматы, давно говорят, до того, как их перевели в здание, принадлежащее школе, они собирались тут же в парке, в помещении, которое построили специально для шахматистов. Но его передали на баланс Дома пенсионеров Туркестанской области. Мы этот вопрос знаем. Пенсионеры к нам обращались. Сейчас ведутся переговоры с руководством Дома пенсионеров Туркестанской области. Мы готовим официальное письмо и думаем, что найдем решение этой проблемы.